здравствуйте в этом видео волшебный эликсир от пожелтения листиков у герани и у других комнатных растений данный эликсир мы приготовим с вами самостоятельно из нескольких профессиональных средств не будем использовать органику от пожелтения листиков многие писали в комментариях что сейчас именно в осенний период именно болеют растения поэтому органические удобрения применять таких случаях нежелательно желательно органику применять когда у нас с вами растение здорово готова к активному росту то органика здесь не помешает но все-таки если растение действительно болеет есть резкое пожелтение листьев не только нижних но и даже верхушечки показывают себя просто отвратительно они начинают белеть желтеть то это уже нехватка элементов восполнить элементы помогут только профессиональные средства потому что содержит огромное количество именно процентном соотношении но вот органика она в этих случаях практически не помогает есть органические подкормки которые для поддержания но все-таки для того чтобы добиться такого шикарного цвета как у меня нужно применять именно профессиональные средства первая причина почему у вас начинают желтеть листики это конечно же стресс после того как мы с вами привезли с огорода либо с балкона занесли обязательно опрыскиваем наши растения с эпином цирконом янтарной кислотой делаем обязательно курс далее пытаемся создать именно микроклимат потому что там на балконе на улице совершенно все по-другому воздух влажность все другое квартире душно жарко и поэтому либо перекрываем батареи и если это возможно либо ставим в тот угол где самый прохладный хотя бы температуру 20 22 градуса выше в зимний период нежелательно потому что герань домашних условиях очень плохо начинает усваивать все элементы из грунта даже если вы будете плевать с профессиональными микроудобрениями не поможет потому что именно начнется хлороз а хлороз когда у нас не усваивает растение элементы создадим из четырех средств я вам скажу как они называются что с чем смешивать для того чтобы все-таки добиться того чтобы листики у нас не желтели есть еще один вариант если вы все-таки создали условия но грунт у вас плоховатые либо пересаживали давно либо он уже истощил абсолютно все свои ресурсы то есть растение уже не может питаться из грунта если вы давно пересаживали ваши цветы то пересадите в новый грунт и помните что грунт должен быть питательный жирненький для наших комнатных растений и далее будем создавать с вами эликсир составе эликсира от пожелтения листьев обязательно должны быть такие средства которые содержат железо медь цинк марганец кальций который поможет именно справиться с пожелтением листьев если просто применять допустим монокалий фосфат биогумус или что-то другое у вас будет приростом корневой системы возможно выдаст цветонос но листики не перестанут желтеть в определенный момент нужно обязательно делать такие эликсиры и так первое средство которое возьмем за основу она содержит уже аминокислоты это обычный биогумус для цветочных растений биогумус понадобится 5 миллилитров на 1 литр воды обязательно составе биогумуса обращайте внимание должны быть и гуминовые кислоты и фульвой кислоты и аминокислоты а также процентное соотношение азота фосфора и калия в большем проценте что это значит это значит не меньше одного двух трех процентов если будет 0102 там 03 то это очень маленький процент и может сказать что это не удобрение а просто вода поэтому такой биогумус не используем а используем хороший обязательно смотрим все на упаковке для того чтобы избавиться от многих болезней а как раз пожелтение листиков это не только стресс но и бывает корневая гниль и многое другое у растения нам понадобится фитоспорин у меня фитоспорин м жидкий и я беру 5 миллилитров на этот литр воды фитоспорин очень хорошо помогает справиться с грибными заболеваниями также бактериальными болезнями и может даже справиться с гнилью если вы заметили пожелтение листиков и видите что не только нижние начинают желтеть но и верхушечка страдает то обязательно смотрим на стволик нашего растения обращаем внимание если есть прям мягкости есть почернение то все срочно спасайте черенкованием герань либо другое растение потому что началась именно гниль от которой уже практически не спастись только черенкование спасает таких случаях также отдельно светоспорином можно опрыскивать по листу но это виде профилактики далее сюда добавляем экстракт пихты это природный инсектицид иммуностимулятор прекрасная защита растения от насекомых вредителей и болезни именно от болезни нам как раз и нужно обладает антибактериальным и противовирусным эффектом способствует как раз быстрой генерации поврежденных тканей если таковые были нам понадобится 15 миллилитров на 1 литр воды укрепляет клеточную мембрану укрепляет иммунитету растения и как раз помогает активно в дальнейшем расти все это тщательно перемешиваем но это еще не все потому что в составе у нас нет хорошего процента железа медицинка марганца кальция где его взять есть специальные пакетики как раз хелат железо есть хелат меди хелоцинка и так далее но можно подобрать и универсальное средство которое уже содержит специально какие-то средствам сейчас не показываю это дело потому что у многих их нет поэтому именно по составу запоминайте запишите какие можно смешивать между собой и так сюда добавляем как раз хелат и у меня уже здесь в составе есть железо медь цинк марганец который хорошо помогает именно от хлороза и вливаем наше последнее средство в наш эликсир от пожелтения листьев все это тщательно перемешиваем таким средством от пожелтения листьев можно лечить и можно делать профилактику профилактику в зимнее время делаем максимум один раз три-четыре недели не чаще для лечения один раз в 10 дней и помните в это время нужно еще опрыскивать от стресса с эпином цирконом янтарной кислотой по листу и также не забываем про фитоспорин если это требуется если вдруг вы заметили прям сильное пожелтение листьев побеление листиков то этот эликсир тоже поможет от хлороза и для лечения он помогает поливаем понемногу не заливая растение потому что она и так стрессе если вдруг есть гниль что-то подобное то помните лишняя влага наоборот вредит вашему растению если применяете для лечения то берем по влажной земле буквально за три-четыре дня проливайте пусть подсохнет у нас грунт то есть корневая система на там все равно влажная и тогда можно так вот поливать понемногу у меня трехлитровый горшок и я поливаю буквально 7 ложечек этого будет достаточно я сейчас делаю для профилактики если вы делаете для лечения то не преувеличивайте дозировку в поливе но на сегодня это все